В этом видео вы узнаете одну из причин, почему нагреет печка. Основная причина, как мы знаем, это поломка радиатора печки, когда трубки радиатора забиты грязью и не пропускают антифриз. Но еще одна из причин состоит в том, что заслонки печки могут быть испорчены. Симптомом поломки заслонки является выдувание из отверстий воздуховода маленьких кусочек поролона. Если заслонки испорчены, тогда печка в машине дует холодным воздухом. Вот эти заслонки печки были обклеены поролоном, но, как видно, их теперь не существует. Причина в том, что из-за старости заслонки часто портятся. Нужно их обклеить заново. Ссылку, как разобрать торпеду, вы найдете в описании этого видео. И когда вы разберете печку, всегда старайтесь не испортить заслонки. Вообще не стоит заслонки трогать, потому что поролон там устарел и легко портится. Из-за маленького касания может возникнуть там маленькая трещина или дирка, которая потом постепенно будет расширяться и разваливаться. Соответственно, если заслонки в вашей печке в таком состоянии, она не будет крыть и нужно отремонтироваться. А чтобы отремонтировать, через некоторое время вам придется снова разобрать торпеду и печку. Поэтому, когда вы разбираете торпеду и меняете радиатор печки, будьте осторожны и не повредите заслонки. Если вы увидите там хоть маленькое повреждение, лучше сразу отремонтируйте ее, чем снова разобрать потом через некоторое время. Вот тут под пластмассы находится фильтр воздуха. Отсюда вентилятор печки подсасывает воздух из улицы. Сначала фильтр фильтрует воздух и потом подгоняет печку для обогрева. Если вы будете чистить фильтр, обязательно потом вставьте ее на своем месте. И не нужно там вставлять вместо фильтра что-то другое. Это потому что, если тут не будет стоять фильтр, тогда вентилятор будет подсасывать воздух большим потоком и отправлять в печку под большим давлением. И это может быть одной из причин испорчения заслонов. Снял торпеду, разобрал печку и вот так я отклеил заслонки. Использовал обыкновенный картон и потом вот такой материал. Подробно как можно отклеить, отремонтировать заслонки, вы можете посмотреть в видео, ссылку на которую оставлю в описании этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok